Нам подключаются. Всем здравствуйте. Здравствуйте. Так, давайте кае-дверь. Здравствуйте. Мы находимся в клинике ДОК Дети. Сегодня у нас прямой эфир с нашим нейтрологом Екатериной. Нам задали очень много вопросов по доносу при углу эфира. Так что сегодня будем отвечать. Параллельно ведем запись для нашего канала в YouTube. Так что, если вдруг вы не успеете подключиться, посмотреть, пока эфир будет сохранен в Инстаграме, заходите на канал в YouTube, там все будет. Ну что, начинаем отвечать на вопросы. У нас целый огромный блок вопросов про сон. Я предлагаю с него и начать. И, в принципе, давайте, наверное, начнем с того, чтобы Екатерина нам рассказала, что нормально. То есть чего бояться-то не стоит? Потому что каждый раз мамам, естественно, кажется, что это не так. Ребенок там часто просыпается, ребенок тяжело засыпает, а не спит, если мамы рядом нет. Да. Во-первых, дети, в принципе, могут просыпаться, это нормально. Мы, взрослые, тоже просыпаемся во сне, но мы просто этого не помним. Здесь важно то, как ребенок привык засыпать. Если он привык засыпать с грудью или с качанием, то вот проснувшись между фазами сна, он снова будет искать грудь или качание, чтобы заснуть. В этом плане можно привести аналогию, если вот нам, взрослому человеку, да, у нас тоже есть какие-то привычки, которые у нас вот вокруг сна идут, там, подушка, одеяло, там, привычная постель. В этом плане, если взрослый человек, например, проснется, там, на лавочке вдруг где-то в парке, он тоже вскочит и начнет кричать, да, как маленький ребенок. Поэтому тут важно, как ребенок привык засыпать. Очень часто вот такие жалобы, что ребенок часто просыпается, бывают, когда, например, ребенка укладывают с грудью или с качанием. Само по себе это не патология. Если это не мешает маме и ребенку, это имеет право на существование. То есть обычно это проще укладывать ребенка с грудью. Поэтому тоже мы здесь смотрим по ситуации. Если это маме и ребенку удобно, то тогда мы не мешаем, да. А если есть какие-то, если, например, маме сложно так часто просыпаться, подкачивать ребенка или... Ну, от качания лучше все-таки уходить, да, ну, давать им грудь, то от этого нужно плавно уходить, но не резко, когда, например, рекомендуют ребенка, там, оставить дома в комнате одного, там, на два часа, вот я не поддерживаю. Это лучше уходить постепенно, то есть забирать, например, грудь перед тем, как он заснул. Это не сразу происходит, что ребенок вдруг раз и начал засыпать самостоятельно, но вот постепенно от этого уходим. И, наверное, это полный еще ни в коем случае, это не причина прерывать грудное скармливание. Да, это ни в коем случае не причина прерывать грудное скармливание, это просто можно разделить именно кормление грудью и сон. Еще раз хочу сказать, что само по себе вот засыпание на груди и сон в груди – это не патология, особенно для грудничка, там, до года. Ну, после года можно это уже делить. В принципе, можно и до года это делить, если это неудобно маме, потому что лучше спокойная мама, чем изнервная мама, которая уже не может высыпаться, ни в коем случае не может нормально выспаться. В этом случае лучше разделить эти процессы. У нас вот очень много вопросов о том, что ребенок спал хорошо, а потом стал спать плохо. Ну, то есть, например, в 3-4 месяца начал просыпаться не раз в 5 часов, то есть не через 5 часов после засыпания, а через 2-3, кто-то пишет, что в 5 месяцев перестал спать. Да, это как раз во время 4 месяцев, ну, плюс-минус, происходит кризис сна, так называемый. До этого возраста ребенок, когда засыпает, он проваливает сразу в глубокую фазу сна, засыпает сразу в глубокую фазу сна, а уже потом идет поверхностная. А вот взрослые и дети после 4 месяцев, они когда засыпают, они сначала засыпают в фазу поверхностного сна, и уже потом идет в фазу глубокая сна примерно через 30-40 минут. У детей меньше, у взрослых побольше. Вот в это время плюс ребенок часто начинает осваивать новые навыки, он, в принципе, начинает меньше спать, больше бодрствовать, он начинает переворачиваться, он начинает лучше с окружающим миром контактировать и осознавать его больше. То есть происходит перевозбуждение нервной системы, то есть и нарушается сон. Что с этим делать? Прежде всего, соблюдать режим и время бодрствования, адекватное для ребенка. Очень много там в интернете, я думаю, может, у нас даже есть вот на инстаграме, нет, про время бодрствования. Есть, да. Вот, даже в инстаграме, вот в ДОК-ДЕТИ, есть таблички про время бодрствования. Что это такое? Для каждого ребенка, ну и для взрослых тоже, да, есть время бодрствования, которое может нормально, скажем так, функционировать, то есть без капризов, без истерик. Особенность нервной системы ребенка в том, что у него плохо развитый процесс торможения и сильно, наоборот, преобладает процессы возбуждения. И если вот он пропустил это время бодрствования, так народик, как говорят, перегулял, то идет новый виток возбуждения, он только больше переразбуждается, его сложнее уложить. Поэтому при первых признаках усталости, это когда ребенок отводит глаза, так затихает, ну, меньше, менее активным становится, вот в эти моменты нужно именно откладывать ребенка. Мы ориентируемся всегда на время бодрствования, которые указаны в таблицах всевозможных, но в любом случае смотрим по своему ребенку, потому что бывает так, например, что в утренние часы ребенок более активный бодрствует больше, в вечерние часы он менее активный и нужно засыпать раньше. Вот еще вопрос про сон. Ребенок спит с приоткрытым левым глазом? Ну, такое может быть, что ребенок может спать с приоткрытыми глазами, ну, в общем, это не патология. По поводу одного глаза, здесь я бы, может быть, показалась бы неврологу, далеко не всегда, но бывает, что есть травма периферических нервов, и там может быть нарушение движения вот со стороны лицевых мышц, в том числе мышц глаза. Ну, это не всегда. А вот тоже вопрос от наших подписчиков. Витамин D может влиять на сон, прием витамина D? Дефицит витамина D может влиять на дефицит. А именно прием. Часто, на самом деле, я читаю, когда разные паблики такие про детишек, в которых мамочки пишут, многие связывают прием витамина D с нарушениями сна, с тем, что ребенок более активен и хуже спит. Не могу сказать однозначно, потому что в инструкциях нигде такого ничего нет, что витамин D перевозбуждает. Я думаю, что если отмечается такая реакция на препарат индивидуальная, то нужно ее первое дня принимать, и когда ребенок только проснулся, а не перед сном. И, может быть, поменять препарат на какой-то другой витамин D, потому что препаратов очень много, можно попробовать поменять на другой вариант препаратов. Вы слышите, вот ситуация, как было с моим старшим ребенком. Ребенку полтора, ну, судя по всему, года, потому что он там прыгает, бегает, лазит. А ребенку полтора начались проблемы со сном. Как надо ложиться, он начинает активничать, прыгать, бегать, ляжет, встанет, перевернется. Это классика прям. На любые попытки уложить, укрыть или просто не дать залезть на какое-то место, типа спинки дивана или стола, куда лучше не лазить, начинается истерика с диким криком. Как только отпускает куда хочет, мгновенно замолкает и улыбается, и слез при этом, нет, ну, как бы он добился своего, что ему круто. Утром, днем ребенок адекватный, гуляем хорошо, активно, слежу, чтобы не перегуливала из-за режима. Такая ситуация в последнюю неделю происходит, не понимаешь, что с этим делать. Вырос ребенок. Ну, это не нейрологическая патология, это педагогический вопрос. Во-первых, нужно поставить границы для ребенка. Там, например, все, 9 часов, можно как-то ему даже показать это на часах или как-то цветами продемонстрировано, нарисовать часы. А в полтора года поймет уже, на самом деле. Ну, что ты можешь понять уже, как-то можно донести это до ребенка, да, что все, вот, когда наступает там время сна, выключаем свет, все, нельзя, например, вставать с кровати. Это, ну, педагогический, неврологический вопрос. Скорее всего, если ребенок бегает, прыгает, скорее всего, нормально развивается. И днем тем более, что хорошо себя чувствует. Следите режимом, это важно. Правильно делайте, что следите, чтобы не перегуливал. Ну, то есть здесь нужно поставить ребенку какие-то границы. Ребенок... Так, раз хотела сказать, границы дозволенные, а не дозволенные. Да, ребёнок понял, что он уже может делать не так, как говорят ему родители. Он начал испытывать их границы дозволенного. Поэтому это, скорее, педагогический вопрос, но неврологический. А вот спрашивают нас, а можно ему дать чек с мятой? Как-нибудь его успокоить. Обязательно за два часа спокойно, за два часа до сна, да, спокойные игры, ограничить телевизор и другие гаджеты. Ну, в принципе, если очень хочется, можно, если нет аллергии, но не ждать от этого супер какого-то эффекта. Ну, это скорее как ритуал определенный. Скорее как ритуал, да. Я про это же говорю, что это скорее как ритуал. Если нет аллергии, в принципе, можно какие-то там теплые чай или ванну теплую. Да, вот малышей часто. Это этот ряд, который помогает ребенку успокоиться. Новорожденных часто рекомендуют, врачи, там, купать во тваре хвою, там, еще в чем-то. Ну, это как ритуал, как ритуал, скорее. Так, про сон. Давайте еще что-нибудь посмотрим про сон. Ну, на самом деле, очень стандартные вопросы. У всех либо просыпаются дети раз в полтора часа, просят грудь, просят их как-то убаюкать еще, и в этом ничего такого страшного, катастрофичного. Вот, это то, что говорила, как раз. Вот, кашляли полтора часа, кормлю грудью, поесть немного и засыпают. Посоветуйте, что делать. Ну, опять же, это вот привычка. Если это мешает маме и ребенку, то можно постепенно разделять грудь, кормление и сон. А как идти от подкачивания? Вот пишут, что приходится подкачивать. Постепенно слежать амплитуду качания, вплоть до полной остановки. Потом садимся с ребенком, в этот момент бывает, что опять нужно чуть-чуть подкачать. Потом кладем его рядом, находимся с ним рядом, чтобы он чувствовал телесный контакт. Потом уже отодвигаемся от него. Это все происходит не от момента, не за один день. Каждый вот такой шажок маленький, это там 3-4 дня, иногда неделя. А как жалко, что нет волшебной таблетки. Очень жалко. Часть мята и все решилось. Да, к сожалению, нет. Приходится работать над этим всем и малышам показывать, что капризы не пройдут. Но очень мягко. Так, а вот еще вопрос такой про сон. Во сне скидывает ноги силой стучит ими по матрасу 5 месяцев. И, кстати, вот от двух подписчиков был похожий вопрос, что скидывает ноги, стучит по матрасу, а руками, головой машет очень сильно в разные стороны. От этого по несколько раз за ночь просыпается. Почему так происходит? Тут, возможно, разные варианты. Я предложила такую ребенку все-таки посмотреть очно. Это может быть просто двигательная стереотипия, ну или инъектация их называют, когда ребенок таким образом успокаивает себя. В этом случае не требуется никакого лечения. Это все проходит самостоятельно. В некоторых случаях, мне не нравится слово скидывает, например, может просто тут описание, это очень сложно. Попробуйте снять это на видео, да, показать неврологу. Бывает, что судороги так проявляется, вот когда именно ребенок скидывает, и при этом может, ну как, складываться немножко. Вот в этом случае нужно делать энцефлограну и исключать перипсию. У нас вообще очень много вопросов про дрожь, подергивание, скидывание. Я так понимаю, что в принципе можно объединить вот это одним ответом, что вот эти вот моменты лучше все-таки показать. Лучше снимать на видео или описывать максимально детально, когда это происходит, как это связано с засыпанием, пробуждением, однократно или сериями, как ребенок в сознании или нет, как он реагирует на родителей. Так, а вот еще вопросы про сонном посыпались сразу в прямом эфире. Пять с половиной месяцев при просыпании после дневного короткого сна трясется всем телом, пока не проснется окончательно. Тоже сложно вот так сказать, не видя ребенка, есть ли там какая-то там задержка развития или что. Что там еще трясется? Трясется всем телом, пока не проснется. Может быть нормально, может быть это связано с каким-то диапевтическим проявлением. Тут тоже надо показаться очно и решать, нужно делать энцефалограмму и дальше уже решать. Да, про подергивание головы тоже спрашивают, но ответ тот же самый. Желательно снять. Я так понимаю, что это вообще идеальный вариант. Почему-то мы, когда у нас какие-то позитивные моменты веселые в жизни не происходят, мы их снимаем, а когда такие ситуации, которые неплохо бы врачу показать, почему-то забываем. Лучше это делать. А если перед сном иногда время сна дергает ногами, поднимает, опускает, это перегул? Может быть, могут быть еще доброкачественные оклонения сна, когда ребенок вот именно так натураливает ногами, двигает. Тоже они не требуют лечения. Вот, про них я еще не сказала. Ну, у меня, кстати, старший сын, он когда был крошкой вообще в месяц, он спал когда один, редко случалось, но когда он спал один, он иногда резко так раз, так скидывал ноги, крякал и медленно опускал. Но это достаточно быстро просто получилось. Не всегда патология. В большинстве случаев и патологии. Вот эти все такие движения. Так, у нас достаточно много вопросов про разные препараты. Давайте начнем с замечательного препарата Элькар. Да, ну Элькар это Элькарнитин, и очень любит назначаться, потому что он не очень эффективен и не очень что-то действует. Не совсем правильно. Думаю, спокойно. Думаю, спокойно. На самом деле Элькарнитин это препарат, который может назначаться и оказывать терапевтический эффект в случае, если есть наследственно оброжденное наследственное заболевание, недостаточность, там, либо усвоенности этого Элькарнитина, либо недостаточность переносчиков, например, этого Элькарнитина. Тогда, да, Элькарнитин может назначаться, но он назначается в высоких дозах и пожизненно. Но в случаях, когда ребенок здоров, у него есть какие-то нарушения сна или нарушения тонуса, этот препарат не оказывает эффекта. Он оказывает только эффект плацедо. Каким-то образом подписчики наши связывают прием этого препарата с тем, сколько они набрали в весе? Ну, говорят, что вот, да, вроде как, нет, она не давала структуру. Она не давала, набрала вроде нормально, то есть, ну, просто какая-то связь ожидалась, видимо, изначально. Да, его, в том числе, его мимо из показаний, в котором написано в инструкции, это не маленький вес. Ну, я так понимаю, что это тоже не доказано, да? Нет. Вот. Ну, и при этом тоже вопрос такой, Элькар не принимали, потому что, в общем-то, почитали правильные блоги правильных врачей, где написано, что это не доказано. В первом месяце был гипертонус, сейчас три месяца, тонус не прошел. Лечим массажем и электрофорезом. Скажите, возможно ли это из-за того, что не принимали препарат? Гипертонус может быть из-за того, во-первых, есть физиологический гипертонус, который есть до трех месяцев у ребенка. Это связано с тем, что в полости матки ребенок находится в сжатом, сложном состоянии, и поэтому, когда он рождается, вот этот физиологический гипертонус сохраняется. Он уходит в норме, так, трем месяцам. Если гипертонус сохраняется, есть вот патологический гипертонус, тогда он может быть связан с патологией беременности и родов, с тем, что, возможно, ребенок перенес какую-то гипоксию. Мы тут ничего не знаем о том, как текли беременности и роды. А бывают какие-то наследственные, опять же, заболевания, связанные с изменением мышечного тонуса. Что с этим делать, с гипертонусом? Желательно на первом году жизни, ну, как можно больше с этим что-то делать. Прежде всего, мы делаем, опять же, гимнастику, массаж. В некоторых случаях применяют воитотерапию, боботтерапию. В случае формирования детского церебрального паралича, после двух лет возможно применение ботулинотерапии, это инъекция ботулотоксина. Также могут применяться различные ортезы. Как это назвать по-другому, чтобы это было понятно? Ну, как... Ну, как типа лангеты, вот, гипсовые, да, только они сделаны из пластика, которые удерживают там руку или ногу в определенном положении и дают формироваться контрактурам. Также там операции применяют и назначают еще вот и маленьким детям тоже до двух лет, если есть выраженная спастика, патологическое, назначают препараты, которые влияют на мышечный тонус, именно снижают мышечный тонус, но системно. Вот. Ну, а физиологический тонус, который до трех месяцев, в принципе, в лечении... В доле, в месяц, в лечении не лечим. Ага, ну, там... Екатерина же так аккуратно обошла электрофорез. Ну, эти методы... Сейчас я бы про забыла. За рубежом их нигде не применяют. Вот эти методы, там, физиотерапии, электрофорез и другие, там, парафина и другие. Но их применяют в России. Никто не проводил таких больших, крупных муниципальных исследований по поводу того, насколько они эффективны. Но мое личное мнение, можно применять вместе с другими методами. Не отдельно. Да, но не отдельно. Так, про лекарь закончили. Еще нас спрашивают про глицин. Ну, глицин – это плацебо-препарат, потому что глицина больше в оленом яйце, это аминокислоты глицина, чем в табелке. Поэтому он оказывает хороший плацебо-эффект. То есть, что такое плацебо-эффект, да? Когда человек ожидает какого-то терапевтического эффекта от применения, там, лекарства или метода, то в некотором проценте случаев этот положительный эффект получает он. То есть, так работает наша психика. Он ожидал положительный эффект, он его получил. Есть, наоборот, эффект нацебо, когда даже, когда при применении даже пустышки, то есть препарат, не оказывающий терапевтического эффекта, мы получаем какие-то отрицательные эффекты, побочные эффекты. Вот это, наоборот, эффект нацебо. Поэтому, да, этот препарат тоже назначают, но я не назначаю. Он только как эффект нацебо оказывается. Здравствуйте! Как Вы относитесь к препарату кортексин? Межмышечная гипотония 1 год-3 месяца ходит плохо? Тут надо разбираться. Во-первых, в 1 год-3 месяца ребенок может плохо ходить, потому что навыки всемирной организации здравоохранения имеют большой диапазон. И там даже в полтора месяца ребенок только может начать ходить. И это может быть вариантом нормы. Нужно смотреть ребенка. Есть ли там действительно мышечная гипотония? Бывает, что просто среднеоткальная дисплазия такая системная, недифференцированная, когда, например, у родителей даже может быть переразгибание каких-то суставов, там они могут палец довести до... Ну вот, есть как бы грубая такая проверка на дисплазии. Вот там пальцы лет назад выгибаются, когда стоят, там коленки назад выгибаются. То есть это слабосынтная ткань такая особенность врожденная. Затем ничего не нужно делать, ну, разве что избегать грубых видов спорта, там, где можно получить травму суставов. Вот. Бывает, в этих случаях бывает такая, в принципе, гипотония небольшая, общая. Ну, чуть меньше мышечная тонус, чем среднестатистичка человека, но это, опять же, вариант нормы. При этом нет никакого снижения мышечной силы, нормальной рефлексы. Вот. Бывает мышечная гипотония при рахите, при дефиците витамина D. Бывает мышечная гипотония такая патологическая, серьезная, чаще всего она связана с наследственными заболеваниями. Это патология, часто патология обмена веществ, аминокислоты или метахатриальные заболевания. Бывают другие нарушения со стороны, там, спинного мозга и так далее. То есть тут нужно смотреть ребенка. Препарат коротоксин, он, это ноутроб, который, ну, опять же, не исследовался широко, это препарат, который сделан из, по-моему, мозгов телят или свиней. Там один есть из телят, других из другой свиней. Еще церебролизин есть. Вот. Ну, в общем, никто не знает, насколько он действительно эффективен, но побочный эффект могут быть. Так же. Так, продолжаем про препараты. Невролог назначил цинорезин пантокальцин. Стоит ли давать малышу? 20 февраля будет 10 месяцев. Но другой невролог сказал, что это все ноутропы, и они бесполезны. Как быть? Зачем назначили? Тут вот главное не написано. Меня всегда радуют такие вопросы, потому что непонятно, зачем назначили, какие были жалобы. А что такое ноутропы вообще? Ну, ноутропные препараты, это препараты, которые изначально заявлены как препараты, которые улучшают функции, высшие горковые функции. Внимание, память, речь. Но по результатам многих исследований, которые в том числе за рубежом проводились частично, там, часть исследований, они не оказывают такого эффекта, как заявлено. То есть не оказывают положительные эффекты, не влияют на речь, внимание, память у здоровых людей, у больных, собственно, тоже. Поэтому я не считаю, что они всегда нужны. То есть, точнее, всегда они практически не нужны, только если там. Бывают такие ситуации, когда родители, ну, очень просят что-то назначить, и тут иногда приходится думать, действительно, может быть, стоит что-то назначить. Даже пусть это вот такая пустышка, да? Скорее, такой психотерапевтический эффект, хотя я такие ситуации даже избегаю. Ну, не назначаю даже в таких ситуациях рубочные. У нас в прямом эфире был вопрос, по-моему, про пантагам. Да. А ребенка через половину месяца при осмотре у невролога прописали пантагам из-за того, что они делают упор на ножки при держании подмышки. Сколько месяцев? Четыре с половиной месяца. Не опасен ли для ребенка этот препарат? В принципе, четыре с половиной месяца у ребенка может быть физиологическая эстезия, базия. И когда уже уходит рефлекс, врожденный, когда, ну, при рождении, например, проверяют или в месяц проверяет невролог, ребенок дает опору на ножки, делает шаговые движения, если он октонит вперед. Это врожденный рефлекс. Вот к этому возрасту он может уходить, а именно опора на ноги еще может не сформироваться. То есть это не требует лечения. Ну, вот моему племяннику недавно пантагам прописали в связи с тем, что голова выше нормы. Ну, опять же, у меня в прошлом, позапрошлую субботу были дети до года с окружностью головы выше среднего, там 75-й, по-моему, был сантиметр, если я не ошибаюсь. Но при этом в одном случае у отца было 60,5 сантиметров окружность головы, в другом случае там тоже у отца было 58, что ли, сантиметров, ну, то есть там средний не 52, а 54, а тут 60,5. Нормальные, здоровые, взрослые люди. И, соответственно, у ребенка тоже может быть окружность головы выше нормы. А про пантагам, он, даже есть исследования, что, по-моему, корейские или японские, что он в том числе может быть отрицательно влиять на ребенка. Обычный вред, приобретение. А вообще, я всегда открываю список расстрельных препаратов. Друзья, я вам советую, что-нибудь назначили, вот открываю список расстрельных препаратов и смотрим. Это можно загуглить, все замечательно прочитать можно про каждый препарат. Про пантагам в том числе и актовигин там, там же актовигин, кстати, тоже часто неврологи назначают. Правда, про него не спрашивали о нас, почему он в 20 раз. Ну, вот, кстати, я почему-то вспомнила, вы на племяннику актовигин к пантагаму там же и назначили для обнушения головы. Больше взрослого, но это дети. Ну да. Еще у нас есть блок вопросов про развитие, про то, что, допустим, вот ребенка 9 месяцев, в положении лежа не садится, ползает по-пластунски где-то с 5-6 месяцев. Делали массаж при Новом Году, после него стал вставать на колени, но так и не ползает на них. Стоит, раскачивается, опять на живот уползет. Стал вставать в опоры. Так вообще звучит, как все нормально. Ну, а зачем вам обязательно, чтобы ребенок сел в положение лежа или уже? Ну, опять, не все дети, я тут обратила, наверное, почему больше на ползание, не все дети ползают в принципе. Во-вторых, что там еще? Ползают по-пластунски. Ползают по-пластунски, да. Это хорошо. Главное, чтобы симметричный тоже тот ползал. Исположение лежа не садится может быть такое. Если садиться, то из положения С стоит, да, садиться? Исположение ползает еще некоторые садятся. Да, исположение ползает. То есть они ползают, ползают, потом все тоже нормально. По поводу ползания, во-первых, некоторые дети в принципе не ползают, это нормально. Но я бы рекомендовала, можно делать гимнастику просто с ребенком. Есть замечательное упражнение «Тачка», вот, когда ребенка наклоняет вперед, он руками ходит, его держат за таз. Да, за таз. И другие упражнения, которые можно посмотреть, вот, например, на ползание, просто делать их с ребенком. И учить так же садиться, просто делать упражнения, заниматься гимнастикой с ребенком. А массаж как-то влияет, в общем? А то, что человек быстрее начинает ходить, ползать. Сложно сказать. Опять же, я вот читала, писала мне данные посты про ДЦП, читала гайды по этой теме. Массаж такой метод, который не имеет, которому сложно предоставить какие-то, сделать какие-то стандарты. Ну, грубо говоря, каждый массажист чуть-чуть с тобой по-другому делает массаж. Поэтому его сложно исследовать. Это первое. В общем, его тоже, вот, при таких тонусных нарушениях, например, его рекомендуют, но вместе с другими методами. И здоровому ребенку массаж не нужен. Не обязательно, скажем так, его можно делать, но не обязательно. Если ребенок развивается с задержкой, тут мы делаем гимнастику. Но обычно ни один массажист не делает только массаж. Он делает, да, он делает массаж, но он делает очень много гимнастики. Там, больше половины времени она занимается гимнастикой с ребенком. И мне это важнее несколько, чем вот именно массаж. Опять же, есть там будет об обод терапии. Тоже сложно сказать, насколько они эффективны в действительности, потому что их сложно измерить, опять же. Все немножко, чуть-чуть по-разному делают. Но их тоже применяют. Считается, что они хорошо, хороший эффект оказывают. Но, опять же, никто не проводил таких вот крупных мультицентровых исследований по этим методам. Интересный вопрос про развитие нашла. Ребенок в 3-4 месяца активно гулил и поддерживал беседу. Зачем он потихоньку прекратил? Сейчас 5 месяцев и 3 недели. Очень редко может петь. В ответ на беседу открывает рот, пытаясь повторить, но не получается. Издает только гласные звуки А-Ы. Такой регресс около 1-1,5 месяца. Стоит ли паниковать? Нормальный? Можно показаться неврологу очным? Бывают такие случаи в норме, когда ребенок, не то что в норме, но так и около нормы, когда ребенок чуть-чуть пауз делает в развитии речи. Но последить за этим надо. В принципе, можно показаться неврологу очным. Если это действительно регресс. А в норме он должен гулить, а потом начинать психологу разговаривать? То есть замолкать он удолжен? Ну да. Но бывает, что замолкают. Такое бывает. А потом нормально разогнают, догоняют. Вот тоже про разговоры. Ребенку в 4 года, и про препарат в том числе, назначили препарат кокетом, потому что он очень плохо говорит. И спрашивают при этом, стоит ли делать МРТ голову в связи с тем, что он плохо говорит. Стоит показаться неврологу, если был серьезный регресс в развитии, может быть, сделать энцептолограмму, исключить нарушение слуха, показаться логопеду и заниматься с логопедом. Вот что стоит сделать. А вообще по речи, какие есть нормы? В год ребенок должен немножко разняться, но не сильно разняться наши американские нормы. По российским нормам считается, что в год ребенок должен говорить 5-10 слов. Очень часто говорят, что нет, это не так, где увидят таких детей. А мяу-мяу это слово? Да, мяу-мяу это тоже считается слово. Слово это устойчивое звукосочетание, которое обозначает определенный предмет или действие. Ну, минимум 1-2 слова должно быть у ребенка в год. Это уже американские нормы. В 2 года у ребенка должна быть простая фраза. Тут входят наши и американские нормы. Ну, то есть, как минимум фраза из двух слов. Ну, говорят, что должно быть также около 200 слов. Это могут быть простые слова и без четкого звукопроизношения. Вот такие нормы. В 3 года ребенок уже должен говорить простую фразу, выполнять инструкции из минимума двух действий. То есть, например, «иди в комнату, положи на стол». Это инструкция из двух действий. Вот. Ну, в 4 года ребенок уже должен говорить сложными предложениями. Дальше уже там идет больше по звукопроизношения нормы. Где-то после, к 5 годам ребенок уже должен научиться произносить звуки именно нормальные. А еще нас спрашивали по поводу того, что ребенок не переворачивается. То есть, есть ли какие-то нормы, когда ребенок должен перевернуться или нет? Сколько я знаю, в табличке Возовской, там про переворачивание ничего нет. В табличке Возовская, там они смотрели детей с 6 месяцев. Ну, там она именно идет для детей с 6 месяцев. Нормы по переворотам. Переворот с спины на живот около 4 месяцев должен происходить, плюс-минус 2-4 недели. А он должен через обе стороны переворачиваться? Через одну, то есть какие-то... Ну, чаще всего дети начинают переворачиваться в одну сторону, но все-таки, типа, ворота должны быть симметричные обе стороны. Да, что еще-то я хотела сказать. Должны быть симметричные. И все. Я больше ничего не хотела сказать о том поводу. А если не переворачивается, ну, садится, например. Да, вот я что хотела сказать, что поворот в норме, когда тазобедренный, плечевой пояс и таз идут отдельно немножко друг от друга. То есть, либо идут руки и плечи вперед, либо сначала ребенок закидывает ногу, поворачивает таз. То есть, немножко отдельно друг от друга идут. Это нормальный поворот. Бывает, что ребенок сначала... Бывает, что ребенок сначала поворачивается на спину с желота, это вот он скорее заваливается чаще. Валерий Иванов тут нас хвалит. Здравствуйте, Валерий. Так, мучает наших подписчиков одна ситуация. Ребенок сейчас два с половиной месяца. Полтора месяца сосед перфоратором начал сверлить, когда ребенок спал. А после этого начал при каждом шуме вздрагивать и так далее. От этого ли? И что делать, я думаю, второй вопрос. Тут мне хочется сказать, что, во-первых, поговорить со всем, потому что есть определенные стандарты, когда можно сверлить, когда нет. В нем и ночью тоже. Может быть, действительно напугался и вздрагивает именно от звуков. Сколько месяцев сейчас? Два с половиной? Полтора. Нет, полтора было перфоратора, а сейчас два с половиной. А два с половиной месяца еще может быть рефлекс морока, когда ребенок при каких-то резких звуках или если его резко кладут в кроватку, он сначала раскидывает руки, потом как бы себя обнимает. Там нормальный рефлекс, который потом уходит, врожденный рефлекс. Детка четырем месяцем уходит. Так, был еще где-то вопрос про стресс. Ребенку 1,4 недавно подавился орешком, попал в бронхи, делал вибронхоскопию, но очень много чего пережил ребенок. И теперь по ночам спит беспокойно, иногда даже дышит, мне кажется, усиленно. Может быть, с неврологией связано от пережитого стресса? Ну, это может быть связано с пережитым стрессом, но это не органическая патология нервной системы, она не требует в большинстве случаев медикаментозного лечения, только в тяжелых случаях мы назначаем какие-то препараты. Тут можно прежде всего с психологом работать, если действительно есть стрессовый фактор. Про истерики еще был вопрос. Тоже интересно. Ребенку 3 месяца, мальчик. В последнее время начались истерики утром около 8-9 утра и вечером около 5-6. Истерики начинаются резко, лежит в довольности, смеется и вдруг как заплачет, весь краснеет. Ревет, что не угомонить. Уже даже похрипывает начинает. Спасение только на руках, в вертикальном положении и покачивает. Таким образом, через 1,5-2 часа успокаивается и засыпает. Сухой, сытый, не жарко, стул нормальный, живот мягкий, температуры нет. Уже думала зубы, посмотрела, все нормально во рту. Что делать? Делают быть колики. В 3 месяца? В 3 месяца? Да, в 3 месяца. В 3 месяца. В принципе, она идет еще. И началось, я так понимаю, именно в 3 месяца. То есть, обычно колики-то, если есть, они раньше начинаются. Не знаю, не могу так сразу сказать. Надо смотреть этого ребенка. Может быть, есть какие-то депрессии у мамы. Так бывает, что ребенок реагирует на нарушение настроения мамы, скажем так. Я бы рекомендовала очень, показаться. Так не могу сразу сказать. Если там какие-то еще нарушения. Так что нам пишут еще? В 4 месяца, то скорее это не патология. Почему ребенок 8 с половиной месяцев может часто просыпаться ночью и плакать? А часто это как? Ну, просыпать, моему 8 с половиной месяцев, он где-то каждые 2 часа просыпается. Ну, вот опять же, вопрос про сон, то, что было, то, что он может просыпаться. Ну, сон больше всего волнует. Все-все хотят поспать. Так вот, друзья, я тоже очень хочу поспать. 5 месяцев не спит вообще и днем, и ночью. В общем, спит 10 часов, и то и не крепко. То есть не спит вообще, с одной стороны, с другой стороны, спит 10 часов. 5 месяцев 10 часов. Ну, 5 месяцев 10 часов маловато, но вот в таких случаях часто идет нарушение режима, когда мама пропускает время, вот это окошко в сон, когда ребенок уже достаточно бодрствовал, время бодрствования, и пора бы его уложить, но мама не видит просто этих признаков, когда его пора уложить, и ребенок перегуливает, перевозбуждается, и его тогда уложить сложнее. Бывает, что, например, спит на груди, когда кормят его, и мама не знает, что, ну, не видит, что он крепко спит, или поверхностно спит, а он спит. Тут, опять же, надо разбираться, действительно ли что-то есть, и прежде всего наложить режим. У ребенка Тики поставили диагноз гиперкинетическое расстройство. Как относитесь к Фенибуту в такой ситуации? Прошу прощения, я могу диагнозы неправильно читать, потому что вот так вот. По поводу Тиков. Тики бывают разные, вернее, очень правильно так говорить, бывают сильно выражены, бывают не сильно выражены. Тики мы лечим, и, к сожалению, никто не знает до конца под физиологию этого заболевания, в чем причины, и, соответственно, нет препарата, который точно полечит вот это заболевание. Тики лечит, прежде всего, это поведенческая терапия, это психолог тот же, тут зависит от возраста ребенка, обучение методом успокоения каким-то, опять же, зависит от возраста, то есть ребенок постарше может там что-нибудь научиться, помладше нет, не всегда. И в тяжелых случаях при синдроме Туретта там означают нейролептики, но тоже с поведенческими, с поведенческой терапией. Поэтому, а по поводу Фенибута, это тоже нейтроп, который считается, что оказывает в том числе успокаивающее действие. Ну, это не доказано, как всегда. Не доказано, да. Да, ну, вот вы читали про препарат Илькар, А, Илькар же, да, который у нас, А, нет, не, Ириспал, господи, да, Ириспал, вчера все писали об этом. Вот оно все сначала не имеет доказанного действия, и все пьют как плацебо, а потом оказывается, что влияет на ритм сердца. Поэтому, ну, их, эти плацебо, давайте лучше как плацебо водичку пить, не знаю, взрослым детям конфетки давать, если очень нужна вам эта плацебо. Отек шеи, что посоветуете? Вот такой вопрос. Только отек шеи, больше никаких, да? Да, отек шеи. А зацепь на врачу? Слишком мало информации, чтобы делать какие-то выводы. Вот очень много вопросов про то, что подергиваются, то ручки, то голова, то ножки, скидываются. Вот это вот все мы уже обсудили о том, что обязательно нужно снимать на видео, очень желательно снимать на видео и показывать врачу. Так удаленно очень тяжело что-то сказать. А, про наркоз. Да, несколько целых вопросов было про общий наркоз и про то, насколько это вообще может оказаться на ребенке. Общий наркоз, если его делают недолго, там, меньше, примерно, двух часов, сейчас делают севарантливый наркоз детям, то он не оказывает влияние на высшие корковые функции. Мне вот, к сожалению, пришлось своему ребенку в два, не было двух, лечить зубы под наркозом где-то полтора часа. Ну, ничего, вообще никак не повлияло. Больше двух часов там считается, что, да, могут быть какие-то вот нарушения. Но там про МРТ, по-моему, был наркоз, я тоже утром смотрела, МРТ делает минут 20-30. Вот. Единственное, что вот в плане севарантливого наркоза, что мне нравится, чего я боялась, когда моему ребенку делали через зубы наркозом, я боялась, там, есть такое осложнение, как злокачественная гипертермия. К сожалению, вот у нас в России препарат, который лечит эту злокачественную гипертермию, не закупается. Вот, то, что я боялась, но это бывает очень редко. Очень-очень редко. Когда бывает, сразу об этом все пишут, это жутко, конечно. Да, ну и тут вот, к сожалению, стоят очень большие... Ну как, в рамках государства это не очень большие деньги. Ну, это да, это тема для отдельного эфира вообще. Препараты, которых у нас нет и которые могли бы спасти некоторым жизни. Или качественную жизнь как-то наладить. Давайте, наверное, двигаться к завершению эфира. И я бы просила вас ответить на вопрос про медотводы неврологов от вакцинации. Потому что у нас вообще, я так понимаю, неврологи чаще всего как-то дают медотводы. И насколько они обоснованы, большой вопрос. Вот, как вы считаете, есть ли причины именно для медотвода от вакцинации с точки зрения невролога? Если есть, то какие они? Ну, вообще, окончательное решение о вакцинации принимает педиатр, который ведет ребенка вместе с мамой, конечно. Родителем ребенка. Невролог, то есть только рекомендация скорее оказывает влияние. Рекомендации только дает. Есть противопоказания, но, например, увеличение ликварных пространств, которые чаще всего были противопоказанием, или перенесенная гипоксия в родах, или недоношенность, они не являются противопоказанием к прививкам. Вообще, есть такой хороший документ, не знаю, есть ли у нас ссылка на него. Вот у нее была именно Минздрава России про противопоказания к прививкам. Со стороны неврологии это нейродегенеративное заболевание, то есть прогрессирующее ухудшение со стороны нервной системы и эпилепсия до момента назначения противосудорожной терапии, и вот, когда купировались судороги. Вот это основные такие противопоказания. Так, ну давайте еще расскажите про кисту СЭК-2 на 3. Вы понимаете, только что вы понимаете киста. И признаки принесенной гипоксии, это медотвод? Кисты не являются признаки... Но опять же, вот это то же самое. Изменения на НСГ не являются противопоказанием прививка. НСГ хороший метод, но... Потому что, прежде всего, он позволяет без наркоза посмотреть, что творится там в голове у ребенка, да? Потому что МРТ, например, делает под наркозом. Но изменения на НСГ и врач УТЗ-алководиагностика дают заключение. Прежде всего, диагноз ставит врач-невролог или врач-кадиатор. И изменения на НСГ не являются противопоказанием к прививкам. Особо минимальная киста, ну, тоже, соответственно. Я у себя недавно писала про кисты в блоге. Вот. Про перенесенную гипоксию опять там... А про гипоксию мы недавно писали? Да, гипоксия может быть, но не у всех, опять же, детей. Может, через нерв, мне кажется, ее сейчас диагностируют тоже. Да. И там изменения на УЗИ в некоторых случаях они, ну, скажем так, возрастные изменения для детей, характерные первых месяцев, они могут быть похожи на изменения при перенесенной гипоксии. Поэтому не всегда они действительно есть. Показывайте грамотному нейрологу эти результаты УЗИ, не пугайтесь сами, там много чего могут написать пугающие. Ну, у меня просто того-то боль, если честно, в последних нескольких, с тех пор, как я начала вести блог, что очень часто ставят гидроцефалию или гипертензионный гидроцефальный синдром или повышение внутричерепного давления, начинают лечить диакарбом аспарканом только на основании того, что там небольшие расширения на нейролографии. А в клинике у ребенка ничего нет. Мы всегда ориентируемся на клинику, мы никогда не лечим исследования. Поэтому именно важно смотреть, что действительно беспокоит ребенка. Если ребенок здоров, если у него нормальная окружность головы, у него нормальный родничок, нет чрезмерного прироста от окружности головы. Или даже вот как ко мне приходил ребенок, вот я уже рассказывала, там у отца 60,5 см, ну у ребенка 75 см окружность головы. И ему только на основании этого, даже там не было никаких изменений на УЗИ, поставили гипертензионный гидроцефальный синдром, назначив диакарб. Ну, этот препарат назначают действительно при итеопластической внутричерепной гипертензии, которая бывает у взрослых, чаще у женщин, склонных к полноте. Там для этого заболевания характерны головные боли, ухудшение зрения прогрессирующие. И да, это требует лечения, и да, назначают в том числе диакарб. Ну, назначают, во-первых, в высоких дозах, ну, это важно, да, при этом заболевании он назначает. Вот, а при просто изменениях на НСГ, они могут быть связаны, во-первых, просто какие-то особенности ребенка. Бывают при, ну, опять же, тоже перенесенной гипоксии, да, если она действительно была, да, там будут изменения на НСГ. Вот, поэтому тут надо смотреть, что беспокоит ребенка. Спасибо большое всем, что были с нами. Спасибо, Екатерина, по-моему, замечательный эфир получился, очень познавательный, интересный. Обязательно будем еще с Екатериной делать эфиры. И приходите к нам, приходите к Екатерине, если есть еще какие-то вопросы, которые требуют точной консультации, будем очень вам рады. Свидания, всем хорошего дня!